Привет друзья! Самый любимый миф и самый распространенный, среди некоторого украинского населения, является миф о том, что Русью была только территория Украины. А Белоруссия и Россия вообще не Русь и даже не называли себя Русью, вплоть до 14-15 веков. Особенно этот миф, хорошо прижился на Западной Украине. Думаю, этот миф у них на первом месте, сразу же после него идет миф о стране Московии. И в этом видео, этот миф, будет разрушен, раз и навсегда. Сначала я расскажу вам немного истории, про первые годы существования Руси. Затем я буду вам показывать отрывки, из летописей, которые в том числе признаны даже украинскими историками. Я буду указывать названия летописей, также будут видны даты описываемых событий, для того чтобы каждый с легкостью смог найти эти записи, и проверить их достоверность. Хотя звучит это немного странно, или даже смешно, что украинцы пытаются доказать русским, что они те самые истинные русские, называясь при этом украинцами. Давайте рассмотрим на чем основываются подобные заявления. Я думаю многие слышали, что дата русской государственности отчитывается с 862 года. В год призвания князя Рюрика. Это мы знаем из самой древней летописи Руси, повести временных лет. Но дело в том, что есть запись о Руси датируемая 852 годом. В ней говорится, что Русь ходила на Царьград, во время правления греческого царя Михаила. Этой записью они доказывают, что Русь уже была в 852 году, причем на территории современной Украины. Но посмотрите внимательнее на эту запись. Ведь там не указано откуда ходила та самая Русь, на Царьград. То есть ходить эта Русь могла, например, с территории России или Белоруссии, а может из других территорий. Там нет точной географии, где была эта Русь в 852 году. Но на это они конечно могут возразить, мол ведь Черное море называли русским, а на севере Руси море было варяжским. Вот это значит мы, то есть Украина, и есть Русь. И действительно в той же летописи повесть временных лет, есть такая запись. Но они забывают очень важный момент, о том что летопись-повесть временных лет, писалась в 12 веке. Соответственно и в 12 веке, Черное море, называли русским, а не в 852. А в 12 веке был расцвет Руси, со столицей в Киеве. Так что в таком названии, Черного моря, нет ничего удивительного. Теперь к дате про 852 год. На самом деле летописец указывает еще и 866 год, похода Руси, на Византию. Но обе эти даты не верны. Дело в том, что византийцы вели свои летописи. И за этот период, а именно с 852 года, по 866 год. В летописаниях Византии упоминается только один поход Руси, на Византию. Этот поход произошел в 860 году. Источники Византии, являются более достоверными, так как написаны по сути свидетелями этих событий. А историческая летопись, Нестора-летописца, написана спустя 250 лет, после этих событий. Исходя из этого, историками уже давно был сделан вывод, о том, что летописец, описал одно и то же событие под разными датами, при этом он еще и ошибся на 6 лет. А если мы знаем, что он ошибся на 6 лет, а это уже доказанный факт, то получается, что и 862 год, когда князь Рюрик, стал править на Руси, это 856 год. Эту дату мы получаем, когда отнимаем эти 6 лет, на которые ошибся летописец. И тогда все становится на свои места. В 856 году уже была Русь, а в 860 году, Русь уже ходила на Византию. Из описаний самих византийцев, можно узнать, что византийцы смутно представляли, кто на них напал. Константинопольский патриарх Фотий, уже в дни осады называл русов, народом с севера, народом от краев земли. Обратите внимание, на описание самих византийцев, они не знали, кто на них напал. А теперь посмотрите на карту Древней Руси. Ведь Русь и Византия, по сути, были соседями. А теперь подумайте. Как такое может быть, что соседние страны не знают о друг друге, возможно ли это? Думаю нет. И этот исторический факт как раз доказывает то, что Русь на 860 год была намного севернее современной территории Украины. На самом деле, первое надежно датируемое известие о Руси, относится к 839 году, оно содержится в Бертинских анналах. Но к сожалению, из этой записи ничего не известно о том, что это была за Русь такая, и где она находится. Нет точной географии, и по сути вообще ничего, кроме одного слова Русь. Но датой образования русского государства считается 862 год, а по факту 856. Поскольку там есть четкое понимание, где это государство находилось. И кто этим государством управлял. И именно в этом сообщении, летописцев, мы знаем где была эта Русь, и как она образовалась. Давайте теперь перейдем к мифам о том, что якобы Русь, это только территория современной Украины. Изначально я хотел выпустить это видео в виде разоблачения, с псевдоисторического канала, История Руси. Но потом передумал, так как эта проблема гораздо глубже. Дело в том, что этот миф, на Украине распространяется даже на государственном уровне, в том числе и в СМИ, и по телевидению, и конечно же в социальных сетях. А на уроках истории, им преподают историю некого государства, под названием Украина-Русь. Хотя казалось бы это абсурд. Такого государства как Украина-Русь, никогда не существовало. Но этот псевдоисторический бред, на Украине видимо уже давно считается нормой. В качестве доказательства, что территория России, не является Русью, они используют русские же летописи. Они утверждают, что если в русских летописях есть такие записи, мол новгородцы, суздальцы и прочие, ехали в Русь, то значит Новгород не Русь, и Суздаль не Русь, и вся Россия не Русь. Дело в том, что существовало два понятия Руси, Русь в узком смысле и Русь в широком смысле. Русь широкая, это совокупность восточнославянских земель, выход на графическом, языковом и политическом единстве, свидетельствуя о сложении древнерусской народности, на огромном пространстве, от Карпат до Дона и от Ладоги, до Русского моря. В этом смысле русская земля противопоставлялась полякам, чехам, венграм, половцам, византийцам как в этническом, так и в государственном отношении. А Русь в узком значении, это так скажем, ядро Руси, великокняжеский домен. Столичный регион. Вот и все отличия. К этому вопросу мы еще будем возвращаться на протяжении этого видео. В эпоху феодального дробления Руси, в 12-х и 13-х веках, несмотря на существование нескольких десятков княжеств, единство русской народности очень хорошо осознавалось. И находило отражение в терминологии «вся русская земля». И противопоставлялось обособленным вотчинам враждовавших князей. Украинские так называемые историки, утверждают, что якобы Новгород, Смоленск, Ростов и остальные города России, никогда в летописях не указывались как Русь. А единственный раз, когда эти земли назывались Русью, это как раз тот самый момент, когда призвали князя Рюрика, в Новгороде, в 862 году. Да и про эту запись, они любят говорить, что это якобы поздняя вставка в летопись. Хотя эта версия уже была опровергнута. Единственный исторический момент, о котором сейчас дискутируют историки, это о том, кем же все-таки был Рюрик, славянином, или шведом. Переходим к летописям. Главное на чем основываются утверждения украинских псевдоисториков, это то, что в летописях Русь, противопоставлялась например Смоленску или Новгороду. Действительно такие противопоставления были. Но были они только в период начала 12 века и поначало 13 века. То есть это как раз тот самый период раздробленности Руси, на мелкие княжества. А до этого раздробления Руси на княжества, подобных противопоставлений не было. В то время по сути все княжества Руси противопоставляли себя друг другу. Получается если следовать такой логике, то до первой трети 12 века во всех русских княжествах проживала Русь, а затем на сто лет они куда-то исчезают, уступая место финнам, уграм, ляхам и румынам, а потом опять внезапно появляются из ниоткуда. Покажу вам примеры подобных записей. Вот первая запись, как князь Юрий Владимирович приехал из Суздаля, в Русь, в Киев. То есть исходя из логики украинских некоторых историков, Суздаль – это не Русь, а Киев – это Русь. Вот еще пример. Ипатьевская летопись описывает поход черниговского князя Святослава Всеволодовича на Суздаль и Рязань. Описывать это событие я не стану. Просто обратите внимание на то, что есть русские полки, а есть рязанские полки. То есть, соответственно, есть русские, а рязанцы – это вроде как не русские, а не просто такой народ. Так и называются – рязанцы. Чем все это закончилось, все знают. После того, как Андрей Боголюбский разгромил Киев, в 1169 году он получил великокняжеский престол, но не остался там княжить, роль Киева как столицы Руси, стала падать. Соответственное употребление терминов «узкой Руси» по отношению к Поднепровью сошел на нет. Зато такие употребления, противопоставляющие Руси, начали применяться к Владимира Суздальским землям. Вот пример. В 1257 году в новгородской летописи сообщается, что из Руси пришла злая весть. А ведь пришла эта весть не из Киева, а из города Владимира, который на тот момент был столицей Руси. Вот еще пример. Где можно напрямую увидеть в записи город Владимир, как Русь, в узком значении. Исходя из украинской же логики, я сейчас должен сказать, что Киев в этот момент уже не Русь. Сейчас я на фактах докажу, что Русь – это не только земли современной Украины. И разрушу раз и навсегда этот сви-домый бред. Посмотрите на эту карту Древней Руси. Почему она именно такая и в таких границах? А нарисована эта карта, исходя из описаний летописцами границ Руси. Как вы сами можете увидеть. Здесь указаны племя славян, которые проживали в Новгороде, около озера Ильмень. Также описан путь из варягов в греки по Днепру. Указано и море Варяжское, и из того леса течет река Волга. А из Руси по Волге, можно плыть в Болгары и в Хвалисы. Тут идет речь про болгаров, которые жили восточнее Руси. Я думаю все понимают где находится река Волга. На территорию Украины, она точно никак не попадает. Соответственно вся эта земля русская, именно это и пишет летописец. Следующая запись в летописях, наверное самая известная. Это 862 год, и знаменитое призвание варягов. И начало русской государственности. Не будем заострять на этом внимание. Напомню лишь о том, что на Украине живет такой миф, мол это единственная запись где Русью, называется территория России. А современные русские то ли до 14 века, то ли вообще до 1721 года, не называли себя Русью. Ну и сразу же опровергнем эту глупость. Это запись 898 года. Мы видим, что летописец снова напоминает. Что славянский народ един. И прозвался он от варягов. Тут хочется добавить, если на Украине популярна версия, что первая запись 862 года, якобы вставка. То этот момент летописи никто сомнению не подвергает, даже на Украине. А вот запись 882 года. Когда князь Олег вещей захватил Киев. Посмотрите, что он сказал, и вдумайтесь в эти слова. Он говорит, да будет Киев мать городам русским. То есть еще раз, Киев будет мать городам русским. А если говорится будет, то это означает, что до этого момента, он им не был. А стал он им только после прихода Руси, с Новгорода. Это как раз подтверждает тот факт, что Русь в Киев пришла, а не наоборот. А на Украине, активно создается миф, о том, что на территории России, тогда жили то ли одни финно-угры, то ли мокши. Ну хорошо, допустим, это так. Но если, например, финны, или те же мокши, завоевали бы Киев, то они бы наверное объявили его матерью городам финским, к примеру. Вдумайтесь, какой им вообще смысл, восхвалять чужой народ. Ну а мы двигаемся дальше. Год 907. Летопись повесть временных лет, сообщает, что в этом году Русь ходила на греческие земли, и этот поход был очень удачный. И ради заключения мира с Русью, греки обязались выплачивать дань городам Руси. И видим перечисление русских городов. Это Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов и Любеч. И как вы заметили, там указаны города Полоцк и Ростов. Эти города к современной Украине никакого отношения не имеют. А город Ростов, находится на севере России. Следующая дата, 977 год. И видим такую запись в «Повести временных лет». О том, что Ярополк, только после того, как посадил своих посадников в Новгороде, стал один владеть русской землей. Из этого текста нетрудно понять, что Новгород тут указан именно русской землей. Знаменитое крещение Руси в 988 году. И новгородская первая летопись нам сообщает о том, что во все города Руси были отправлены епископы и попы. А в город Новгород был отправлен архиепископ Иоаким. Соответственно, Новгород тут воспринимается как Русь и никак иначе. Запись того же года. Здесь мы видим перечисление епископов Руси. Первая метрополия у Киева, следующая вторая метрополия – у Новгорода. То есть Новгород тут указан не просто как город Руси, а вторым городом по значимости, после Киева. И видим перечисление городов Руси. Это Чернигов, Переиславль, Белгород, Владимир, Ростов, Смоленск и Рязань. И все это города Руси. А вот так описывает Русов арабский географ Ибн Фалан в своих книгах, датированных X веком. Река Итиль – это самая большая река русов. Итиль в переводе с тюркского означает «Волга». Про русов он говорит, что они варвары, живущие в стороне от булгар. 1016 год. В Новгороде выходит свод законов, русская правда. Этот же свод законов, выходит и в Киеве. Для кого могут выходить подобные законы, если не для русских? Тут ответ очевиден. Поехали дальше. 1036 год. Повесть временных лет, нам говорит о том, что князь Ярослав стал владеть всей русской землей. И он посадил править в Новгороде, своего сына Владимира и епископа по имени Жидят. Новгород тут также обозначен русской землей. В 1060 год в новгородской летописи, жители Новгорода и жители Пскова, сами себя называют Русью. 1078 год. Летопись «Повесть временных лет» сообщает о начале княжения Всеволода. И как он принял власть над всей русской землей. И посадил он своего сына в Чернигове, а Ярополка. Во Владимире, передав ему еще и Туров. То есть и город Владимир, тот который в России, и город Туров, тот который в Белоруссии, это все Русь. 1089 год. В ипатьевской летописи перечисляются епископы Руси. И видим упоминание городов Руси, где находятся эти епископы. Это Белгород, Ростов, Чернигов и Киев. И вспоминаем, где находится Ростов. 1096 год. Начало большой усобицы на Руси. И первый звоночек к раздроблению княжеств Руси на мелкие княжества. И видим перечисление городов Руси. Это Муром, Рязань, Суздаль, Ростов, Новгород. И все эти города летописец по итогу называют землей русской. Фразой, зачем губим землю русскую. 1104 год. В писаниях игумена Даниила о его хождении в Русь. Он сам называет и новгородцев, и киевлян Русью. И упоминает русских князей. А вот уставная грамота новгородского князя Всеволода Местиславича за 1135 год. Новгород здесь также обозначен как русская земля. Вот еще одна уставная грамота князя Святослава в церкви Святой Софии в Новгороде за 1136 год. И тут Новгород тоже обозначен как Русь. 1136 год. Видим упоминание Руси в широком смысле и видим перечисление городов Руси. Это Смоленск, Киев, Ростов, Туров, Владимир и Переиславль. 1138 год. Ипатьевская летопись сообщает о том, как из Руси выгнали половцев за Дон и за Волгу. То есть территория, которая находится до реки Дон и до реки Волга, тут обозначена как Русь. Тот же год, и уже в троицкой летописи мы можем увидеть перечисление городов Руси. Это город Курск, который находится на территории России и Переиславль. 1151 год. Князья делят русскую землю. Тут же подробно описано, куда какой русский князь отправится. И видим перечисление русских городов, которые они делят между собой. Это Владимир, Курск, Смоленск, Переиславль и Ростов. В том же году дележ русской земли продолжается. И тут уже русской землей упоминается и Новгород. 1168 год. В новгородской летописи. Видим упоминания жителей Руси, Суздальцев, Смолян, Рязанцев и Муромцев. И все это Русь и просто русская земля. 1169 год. Псковская летопись. Суздальцы тут в широком смысле снова названы русскими. Тот же год. Видим в сковской летописи похожую запись. Тут ростовцы, муромцы и переиславцы названы русской землей. 1175 год. Снова делится русская земля между русскими князьями. И снова города Смоленск и Ростов относятся к русской земле. Также в тексте можно увидеть упоминания и суздальцев, и муромцев. В 1182 году ипатьевская летопись сообщает о походе суздальского князя Всеволода Большое гнездо на волжских болгар, которые находились в то время на востоке. В районе реки Волги. В летописи можно увидеть такие слова. О том, что волжские болгары увидели множество русских полков. И то, что Русь по итогу их победила. И все эти события происходили в районе реки Волги. И все эти земли, и люди, снова называются Русью. 1189 год. Это мирный договор князя Ярослава Владимировича с немецкими послами. Этот договор был заключен в Новгороде. И договор этот был заключен между Русью и немцами, ну а Русью тут само-само именуется Новгородская земля. А Новгород называется русским городом. 1195 год. В ипатьевской летописи Смоленск в широком смысле, назван русской землей. Тот же 1195 год. И Смоленск уже напрямую назван русской землей. Смоленск, и смоленский князь, становятся старшими в русской земле. 1206 год. Лаврентьевская летопись сообщает нам о том, что великий князь, Всеволод, послал своего посла Константина, на княжение в Великий Новгород. И в этот момент Великий Новгород называется старейшим княжеством, во всей русской земле. Также Новгород становится старшим во всей русской земле. Новгород тут назван не просто русской землей, но и назван старейшим в русской земле. 1216 год. Русские князья занимаются любимым делом, делят русскую землю. Из текста летописи хорошо видно какие города подразумеваются под русской землей. Это такие города как Новгород, Владимир, Ростов, Киев, Чернигов, Смоленск и Галич. И все перечисленная, безусловно это русская земля. Тот же 1216 год. И в Лаврентьевской летописи, русской землей называется Киев, Новгород, Галич, Смоленск и Чернигов. Хотя эту запись можно и по-другому трактовать, с украинской точки зрения. Поэтому к этой записи я еще вернусь. А вот и зарубежная летопись. 1223 год. В Ливонской летописи, мы можем увидеть какие города и территории ливонцы считали Русью. Это города Псков, Новгород и Суздаль. Также вы можете увидеть частичный перевод этого текста. 1224 год. И снова в Ливонской летописи можно увидеть перечисление городов Руси. Это все те же Суздаль, Новгород и Псков. 1229 год. Смоленск подписывает с Ригой и с Готским берегом торговый договор. Хорошо видно, что смоляне тут несколько раз называются русинами, а Смоленск – это русская земля. Тот же 1229 год. В Лаврентьевской летописи можно встретить такое выражение, как Пургасова Русь. Так называли территории, где жили малые народы Руси. В данном случае это земли немного западнее современного Нижнего Новгорода. 1234 год. В новгородской летописи говорится о литовском набеге на новгородскую землю. Летописец пишет про это событие так. В этом году Литва изгнала Русь. То есть Русью летописец называет новгородцев. 1242 год. Псковская летопись описывает, как Александр Невский, бился с немцами на льду. Это событие известно как Ледовое побоище. Новгород тут как обычно назван русской землей. А вот так это же событие описывает Ливонская хроника. Здесь из текста хорошо заметно, что такие города, как Суздаль, Новгород, и Псков соседние ливонцы именуют городами Руси. 1243 год. Великий князь Ярослав, сын Всеволода Большое Гнездо, первым из русских князей был вызван в Золотую Орду к Батыю. Он был утвержден на княжение в городе Владимире, на тот момент столицей Руси. И был назначен старшим в русской земле. 1252 год. В ипатьевской летописи можно увидеть фразу, едивида пославшая его на войну, на Русь воевать ко Смоленску. Смоленск напрямую назван Русью. Скажу честно, кто такая это едивида, я понятия не имею. 1263 год. В Суздальской летописи по лаврентьевскому списку говорится о татарских зверствах в Курской и Воронежской области. А жители этих областей называются Русинами. 1293 год. Лаврентьевская летопись сообщает о том, что татары много зла сотворили в русской земле. И русской землей тут названы города, Москва и Владимир, также упоминаются и Новгород, и Псков. 1318 год. Супросальская белорусско-литовская летопись, перечисляет города Руси. Это Кострома, Ростов и Тверь. 1327 год. В Псковской летописи перечисляются города русской земли. Это такие города, как Тверь, Псков и Новгород. Думаю, этого хватит, возможно я и так вас утомил. Хотя конечно подобных данных о Руси, гораздо больше, чем в этом видео. Я вообще изначально думал продолжить этот список, вплоть до самой любимой украинцами датой, но передумал, поскольку об этом есть уже видео на канале. А теперь я ненадолго включу украинскую псевдоисторическую логику. Я неспроста сказал в начале видео, что особую популярность о том, что Россия не Русь, присутствует на Западной Украине. С них и начнем. 1139 год. И видим в новгородской летописи, такую фразу. В том же году ходила вся русская земля, на Галич. Это территория современной Западной Украины. Включаем их же собственную логику. И получается, что Галич, это не Русь, а что-то отдельное от Руси. 1140 год. Всеволод из Киева приходит к Переиславлю, чтобы выгнать оттуда князя Андрея. Андрей ему на это говорит. Тебе мало, брат, что ты держишь всю русскую землю, ты хочешь и эту область. Тут имеется в виду Переиславль. То есть Переиславль тут уже не Русь, летописец его отделил от Руси. 1202 год. И видим запись, о том, что полки Галецкие и Владимирские, въехали в русскую землю. То есть Галич, тут снова не Русь, Галич, отделен от русской земли. 1223 год. Лаврентьевская летопись, видим такую запись. Про описание последствий битвы с монголами на реке Калки. Ты же слышал, Василка, что приключилась в Руси, возвратись от Чернигова. То есть Чернигов, тут отделен от Руси, и Чернигов тут не Русь. 1206 год. В лаврентьевской летописи видим запись. Слышал же король, ведь идут все князья Руси, на Галич. И снова Галиция тут не Русь. А что-то отдельное от Руси. 1193 год. Святослав обратился к находившемуся во Вруче, Рюрику со словами, «Пойди в Русь, и сторожи свою землю». То есть Авруч тут уже не Русь. Авруч, это небольшой город, на территории севера Украины, относительно недалеко от Киева. 1182 год. Ипатьевская летопись, и видим следующую фразу. Князь Рюрик Ростиславич в 1182 году уступает старшинство и Киев Святославу Всеволодовичу. А себе забирает всю русскую землю. То есть тут уже и сам Киев отделен от Руси. И Киев тоже не Русь. 1205 год. И видим такую фразу, идут князья русские на Галич. И еще одна фраза. Галичане, услышали сильные русские полки. Однозначно в данном случае Галиция – это не Русь. 1213 год. В Ипатьевской летописи говорится о том, что Мистислав был со всеми князьями русскими и черниговскими. То есть есть русские князья, а есть черниговские князья, и это значит, что они не русские. Сразу хочу напомнить текст из летописи в начале видео. Где есть рязанские князья и полки, а есть русские. А это значит черниговцы, это вроде как народ такой. Но прямо, как и рязанцы. А к этой фразе из летописи я обещал вернуться. Дело в том, что когда в подобных летописных писаниях есть примерно такие слова, русская земля, и например смоленская земля, сведомые любят возражать, вот мол посмотрите есть русская земля, а есть смоленская, а это значит Смоленск, это не Русь, а просто Смоленск. Но в этом летописании есть еще и Киев, и Галич, и Чернигов. По такой логике им придется согласиться, что эти города тоже не Русь. Либо мы можем по-другому понять этот текст. То, что летописец, просто захотел перечислить некоторые земли Руси. Украинцы, ответьте на вопрос в комментариях. Какая вам версия ближе? То, что Киев и Новгород, в данном случае это все города Руси. Или же эти города не Русь и отделены от русской земли? Ну и до кучи, покажу летописное описание битвы литовского князя Витовта с ханом Тимур Кутлугом на реке Ворскле в 1399 году. Оно будет в тему. И что мы видим? Москва, однозначно русская земля, а вот Киев, Полоцк, Брянск, Смоленск, Рыльск, Бельск, Волымь, увы, не русская, а литовская. Как поступим по такой глупой логике? Исключим жителей этих земель из числа русских. Но думаю не стоит этого делать. Пока они сами себя не исключат из Руси. А можем еще переместиться на несколько столетий вперед. Это карта Речи Посполитой. И на ней Русь, это западная Украина. А Киев, это просто киевское воеводство, то есть не Русь. Впрочем стоит признать это уже исключительно польская точка зрения. В конце просто уточню, что все что здесь было сказано легко проверить. Я насколько смогу упрощу это, для желающих. Оставлю все ссылки на летописи, которые я использовал, и ссылки на интересные статьи по теме, они будут под этим видео. На этом все, спасибо за ваше внимание. Всем пока.